Весы! Приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на февраль месяц. Первая карта для вас. Туз мечей. В начале месяца уже вы должны просто что-то обрубить из вашей жизни. Здесь это возможно, когда высшая сила даёт тот период, то время, когда вы должны что-то убрать. Если это что-то старое или что-то уйти от старой работы или уйти от старых отношений, вы должны это уже в начале месяца что-то обрубить, что-то убрать из вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта. Это девятка кубка. Смотрите, у вас изобилие в начале месяца есть. У вас есть вот эта внутренняя ваша гармония, есть внутри. Но смотрите, для того, чтобы вы это не потеряли, здесь может быть даже касается самого себя. Здесь просто может быть не нужно рассказать всем, что у вас в жизни всё получается. Может быть не нужно рассказать, что в ваших отношениях всё хорошо идёт. Здесь просто может даже касаться именно себя, вот убрать вот это высокомерие, вот это эгоизм внутри себя. Здесь нужно будет перебороть это, убирать вот эти, может, черты даже как характера, то, чтобы вы должны это сделать. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца. Это карта Верховный жрец. Верховный жрец показывает, знаете, вера в себя. Вы должны больше верить, вы должны больше себя любить. Вы должны, знаете, согласиться так, как вы есть. Вы не должны для кого-то меняться. Вы должны верить, что вы можете что-то, какие-то новые цели достичь, новые какие-то возможности. Если вы стараете, может быть, уйти от старой работы, вы можете спокойно, потому что по изобилии вот здесь вы можете делать. Самое главное, как я сказала, никому не рассказывать. Здесь просто вы должны четко осознавать, что вы хотите уже в начале феврале. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Это карта Шута. Карта обнуления, обновления, даже самого, как личность, как энергия ваша, начало чего-то нового. Уже в середине месяца у вас это происходит. Почему? Потому что вы уже, знаете, как обрубаете что-то старое, может уходить от что-то старое. И у вас это происходит. И для тех, которые вот в отношении, хочу сказать, да, здесь может быть то, что вы убираете что-то, то, что ваша партнерова не устраивает, да, и вы начинаете что-то новое. Здесь, может, вы начинаете как новый этап вашей жизни, как с чистого листа, да, у вас есть договоренность, что вы как-то что-то обрубаете, что-то, что вас не устраивает. И начинайте что-то новое. Хочу сказать, для тех, которые одиночек, здесь просто нужно поверить в себя, да, то, что вы можете построить новые отношения, да. Вы не должны бояться, что у вас это не будет происходить, да. Здесь просто как бы отсутствие веры в то, что у вас есть новые возможности построить, вот, устраиваться на новой работе. Давайте посмотрим следующая карта, карта сила. Почему происходит это у вас? Потому что, может быть, если касается вашего внутреннего состояния, вы начали контролировать свои эмоции, да, вы начали более мягко реагировать на каких-то ситуаций, да, может, на каких-то людей, даже в отношении, да. Вы более начали даже менять себя. Если сказать то, что высшие силы вас будут поддерживать на протяжении всего месяца, да, они на вашей стороне, да, они вам нужны. И они вам дают помощи, да, они дают вот эти возможности, чтобы вы что-то начали новое в вашей жизни, да, вот с чистого листа. Давайте посмотрим следующая карта на середину, это пожезло. Умейте прислушиваться, да, вы уже умеете прислушиваться даже к этому совету, который идёт сейчас на данный расклад, да. И самое главное, умейте слушать, кто рядом с вами, если в отношении. Умейте прислушивать даже, знаете, ваше внутреннее, то, да, то, что ваша душа говорит, да. Умейте это слышать, умейте это, не отказаться от каких-то, знаете, то, что когда человек может вам даёт какие-то советы. Да, конечно, всё зависит от того, что вы, если вы хотите этот совет, но самое главное, умейте слышать. Может, какой-то совет вам пригодится в будущем, да, вот мы можем... Здесь просто верьте, что есть люди, которые вы можете ещё доверять, да, не бояться, что кто-то может вас предавать, да. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Это семёрка же, преодоление ваших трудностей, преодоление каких-то ситуаций, преодоление ваших, вашего какого-то, каких-то проблем, которые в вашей жизни происходило. Но то, что вы это уходите уже в конец месяца, то это показывает. Давайте посмотрим следующая карта. Это пятёрка Пентакли. Пятёрка Пентакли, уход от, может, если это касается тоже, я хочу сказать, может, если по поводу здоровья, здесь как бы уход есть какие-то трудности, да, которые вы могли вот столкнуться, да. Вы просто взяли вот такую ответственность, выбрали то, что что-то, что вы сами решили, да. Здесь уход от каких-то ситуаций, от проблем, от каких-то тяжёлых ваших ситуаций. Но я хочу сказать тех, которые в отношении. Здесь как будто идёт у вас уход. Знаете почему? Потому что может вы ставите себе цель уходить от таких отношений, да, где нету чувства, нету эмоций, где всё изжилось, да, где уже нету никакого развития. Но здесь просто вы должны понимать, если есть такие отношения, вы сами должны это сделать уже в начале месяца, не дойти вот до конец месяца, когда у вас может быть, будет по состоянию, даже вот внутренне ваше состояние, вот будут какие-то трудности вот в будущем, как встречать. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы, десятка мечей. Вот чтобы не дошли до такой состояния, делайте выбор вот в начале. Понимайте, кто должен быть в вашей жизни, с кем вы общаетесь, кого вы хотите рядом видеть, каких отношений, на какой работе. Вот вы должны понимать, что если у вас, чтобы не было вот это разбитое состояние, разочарование, пустота, пустотное депрессивное состояние на протяжении всего месяца, делайте вот и обрубайте что-то из вашей жизни. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.